26 мая 1906 года. Я становлюсь издателем. Я уже упоминал о том, что выписал моего родственника Вебстера из городка Дюнкерк, штат Нью-Йорк, для того, чтобы он вёл мои дела с первым патентом за полторы тысячи долларов в год. Это предприятие дало мне 42 тысячи убытка, и я решил, что теперь настало самое удобное время прикрыть его. Я задумал стать своим собственным издателем и поручить эту работу молодому Вебстеру. Он полагал, что пока он учится делу, ему следует получать 2500 в год. Я попросил два дня на размышления, чтобы обсудить этот вопрос как следует. Для меня это была полнейшая новость. Я припомнил, что типографские ученики не получают ровным счётом ничего. Расспросив людей, я узнал, что точно так же обстоит дело с каменщиками, штукатурами, жестянщиками и со всеми пророчами. Я узнал, что даже адвокаты и будущие врачи не получают жалования за то, что учатся своему делу. Я припомнил, что на Миссисипи ученик Лоцмана не только не получал никакого жалования, а ещё сам должен был уплачивать Лоцману некоторую сумму наличными, которых у него не было, и сумму немалую. Я сам так сделал. Я уплатил Бигсби сто долларов, и деньги эти были мной взяты взаймы. От одного человека, который готовился в проповеднике, я слышал, что даже Ной не получал жалования целые полгода. Отчасти из-за погоды, отчасти из-за того, что он только учился навигации. В результате этих моих размышлений и наведённых справок я пришёл к убеждению, что в лице Вебстера я обрёл нечто совершенно невиданное в истории. А кроме того, я решил, что юношу из глухой провинции, который явился в Нью-Йорк начинать жизнь с пустыми руками, который ещё ничем себя не проявил и ещё неизвестно, как проявит в будущем, и однако, не моргнув глазом, собирается учиться делу на чужой счёт, и берёт за это благодеяние больше, чем президент Соединённых Штатов был в состоянии когда-нибудь отложить из своего жалования, которое ему платят за управление самой трудной страной в мире, если не считать Ирландии, что такого юношу стоит принять на службу, и при том немедленно, чтобы не упустить. Я подумал, что если его преувеличенный интерес к собственной персоне удастся хотя бы частично переключить на защиту интересов ближнего, то я от этого только выиграю. Я возвёл Вебстера в ранг фирмы, она называлась «Издательство Вебстер и компания», и водворил его в довольно скромном конторском помещении из двух комнат на втором этаже, где-то поблизости от Юнион Сквер, не помню, где именно. В помощники я дал ему конторскую девицу и даже клерка, мужчину средних размеров, достоинством 800 долларов. Первое время у него был ещё один помощник. Этот человек долго занимался изданием книг по подписке, изучил это дело до тонкости и мог обучить ему Вебстера, что он и сделал, причём за обучение уплатил я. Это было в начале 1884 года. Я вручил Вебстеру довольно солидный капитал и рукопись Гокльбери Финна в придачу. Вебстер стал моим главным агентом. Его дело было рассылать агентов по всей стране. Таких агентов по подписке у нас в то время было 16. У каждого агента были сборщики, которые собирали подписку. В Нью-Йорке Вебстер сам был сборщиком. Но прежде чем наладить таким образом дело, предусмотрительный Вебстер предложил мне сначала составить и скрепить подписями и печатями договор, а потом уже приниматься за работу. Эта мысль показалась мне здравой, хотя мне самому она не приходила в голову. Я хочу сказать, что потому она и показалась мне здравой, что пришла в голову не мне. Для составления договора Вебстер привел своего юриста. Я уже начинал приходить в восторг от Вебстера и в порыве великодушия, не успев даже подумать, предложил ему десятую долю прибылий сверх жалования, без участия в расходах. Вебстер немедленно отклонил мое предложение с обычной в таких случаях благодарностью. Это еще повысило его в моих глазах. Я-то хорошо знал, что предлагал ему участие в деле, которое даст ему по меньшей мере вдвое больше денег, чем жалования. Но он этого не знал. Он холодно и умно учитывал все мои пророчества о высокой коммерческой цене Гокльберифинна. И это явилось лишним доказательством того, что в лице Вебстера я обрел сокровище. Человека, который не теряет головы и всегда спокоен. Человека осторожного. Такого человека, который никогда не пойдет на риск в неизвестном ему деле. Разве только на чужой счет. Договор был составлен, как я уже говорил, молодым юристом из городка Дюнкерка, штат Нью-Йорк. Который произвел на свет и его, и Уебстера, и еще не пришел в себя после такого подвига. Уитфорд имел право подписываться. Представитель фирмы Александр и Грейн. Александр и Грейн имели очень большое доходное дело. И недостаточно совести, чтобы причинить этому делу убыток. Что довольно явно сказалось в прошлом году, когда землетрясение вытрясло все потроха из трех других крупных страховых обществ. Они держали на жаловании артель из 25 адвокатов, и Уитфорд был одним из них. Это был очень добродушный, любезный и абсолютно невежественный человек, а глупости в нем было приблизительно столько, что ее можно было обмотать вокруг земного шара четыре раза и завязать узелком. Этот первый договор оказался в полном порядке. К нему нельзя было придраться. Он возлагал все обязанности, всю ответственность, все расходы на меня, как и следовало. Уэбстер и его юрист являли собой счастливое сочетание. Количество вещей, о которых оба они ровно ничего не знали, было столь непомерно велико, что я приходил в ужас и цепенел. Мне легче было бы видеть крушение всего влечного пути, рассыпавшегося на мелкие осколки по всему небесному своду. Что касается мужества, морального и физического, то у них оно вовсе отсутствовало. В делах Уэбстер не решался ступить и шагу, не получив уверений от юриста, что за это не посадят в тюрьму. С юристом советовались беспрестанно, так что он стал почти штатным сотрудником наравне с девицей и агентом по подписке. Но поскольку ни он, ни Уэбстер не имели личного опыта в обращении с деньгами, услуги юриста обходились вовсе не так дорого, как он воображал. В начале осени я уехал на четыре месяца с Джорджем Б. Кейблом на восток и на запад читать свои произведения с эстрады. Тогда мне думалось, что это последние мои чтения в Америке. Я решил, что никогда больше не стану грабить публику с эстрады, если только меня к этому не принудят денежные затруднения. Через одиннадцать лет денежные затруднения возникли вновь, и я опять стал читать лекции, разъезжая по всему земному шару. С тех пор прошло десять лет, и за все это время я читал только с благотворительной целью бесплатно. Девятнадцатого числа прошлого месяца я официально распростился с публикой и с эстрадой, чего раньше никогда не делал, на лекции о Роберте Фултоне, сбор с которой поступил в фонд для сооружения ему памятника. Я, кажется, довольно далеко отошел от Вебстера и Уитфорда, но это не важно. Это один из тех случаев, когда расстояние скрашивает перспективу. Вебстеру повезло с Геккальберифином, и через год он вручил мне издательский чек на пятьдесят четыре тысячи пятьсот долларов, куда входил и капитал в пятнадцать тысяч долларов, который я ему передал. Еще один раз я точно родился заново. Думаю, что я рождался чаще, чем кто бы то ни было, за исключением Кришны. Второго июня 1906 года. Банкротство издателя. В те давние дни, когда подбирались генеральные агенты, Уебстер поручил одно из лучших западных агентств, бывшему проповеднику и профессиональному поборнику обновления веры, которого Господь наслал на Айову за какие-то неблагочиния, сотворенные этим штатом. Все остальные кандидаты в агенты предупреждали Вебстера, чтобы он держался подальше от лап этого человека, заверяя его, что никакие мудрые меры у Итфорда или кого-нибудь еще не смогут пресечь прирожденную склонность этого поборника обновления религии к воровству. Их уговоры ни к чему не привели. Вебстер отдал это агентство бывшему проповеднику. Мы снабдили его книгами. Дело шло превосходно. Он получил внушительную прибыль, 36 тысяч долларов, из которых Вебстеру не досталось ни цента. Меня удивляет не то, что миссис Грант получила за книгу своего мужа около полумиллиона долларов. Чудо в том, что она не запуталась из-за нее в долгах. К счастью для миссис Грант у нее был только один Вебстер. То, что я не выискал второго, объясняется какой-то противоестественной рассеянностью с моей стороны. Позвольте мне рассказать об этом неприятном деле как можно короче. Дни и ночи у Вебстера больше всего были отравлены тем жгучим обстоятельством, что хотя он, Чарльз Л. Вебстер, был издателем, величайшим из всех издателей, а мое имя даже не значилось среди членов фирмы, общественное мнение упорно считало меня истинным главой издательства, а у Вебстера только тенью. Все желавшие издать книгу обращались ко мне, а не к Вебстеру. Я принял к изданию несколько прекрасных книг, но Вебстер отклонил их все до единой, а хозяином был он. Когда же кто-нибудь предлагал книгу ему, это лестное признание приводило его в такой восторг, что он брался издавать ее, даже не ознакомившись с ней. Однако ему ни разу не удалось получить книгу, которая отработала хотя бы затраты на ее выпуск. Джо Джефферсон написал мне, что он закончил свою автобиографию и хотел бы, чтобы его издателем был я. Конечно, я охватился за это предложение обеими руками. Я переслал письмо Вебстеру и попросил его заняться этой книгой. Вебстер не стал от нее отказываться, он попросту не заметил ее и постарался поскорей о ней забыть. Вместо нее он принял и опубликовал две-три книги о войне, которые не принесли никакой прибыли. Он принял еще одну книгу, заключил на нее договор с агентствами, назначил цену — три с половиной доллара в калинкоровом переплете и, кроме того, обязался выпустить ее к определенному сроку — месяца через два или три. Как-то, приехав в Нью-Йорк, я зашел в контору и попросил показать мне эту книгу. Я спросил Вебстера, сколько в ней тысяч слов. Он сказал, что не знает. Я попросил его подсчитать слова хотя бы примерно. Он подсчитал. Я сказал, в ней слов хватит только на одну пятую цены и объема. Вам придется подбить ее кирпичом. Нам следует завести кирпичную фабрику, и при том немедленно, потому что гораздо дешевле изготовлять кирпичи самим, чем покупать их на стороне. Это привело его в ярость. Он всегда приходил в ярость от любой подобной мелочи. Должен сказать, что мне не случалось видеть существа более чувствительного, если учитывать материал, из которого он был сделан. В то время у него на руках было несколько книг. Никчемных книг, которые он принял, потому что их предложили ему, а не мне. И я обнаружил, что он не потрудился подсчитать слова ни в одной из них. Он принял их к изданию, не ознакомившись с ними. Уэбстер был хорошим агентом, но он совсем не разбирался в издательском деле и не был способен хоть чему-нибудь в нем научиться. Затем я узнал, что он согласился воскресить жизнь Христа Генри Орда Бичера. Я заметил, что ему следовало бы взяться за Лазаря, потому что за него один раз уже брались, и мы знаем, что это вполне осуществимо. Он снова вышел из себя. Несомненно, он был чувствительнейшим от всех существ его покроя. Кроме того, он выплатил мистеру Бичеру, который находился тогда в стесненных обстоятельствах, пять тысяч долларов в счет будущего гонорара. Мистер Бичер обязался переработать книгу, или, вернее, закончить ее. Если не ошибаюсь, он как раз выпустил первый из двух предполагавшихся томов, когда разразился пресловутый скандал, положивший конец всей затеи. Кажется, второй том вообще не был написан, и теперь мистер Бичер обязался его написать. В случае невыполнения своего обязательства в указанный срок он должен был вернуть деньги. Выполнить это обязательство ему не удалось, и в конце концов деньги были возвращены. Вебстер всячески затягивал выпуск моей книги Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, а потом издал ее настолько втихомолку, что ее существование было обнаружено только через два-три года. Он так долго тянул со сборником библиотека юмора, составленного Гоулсом и мной, и в конце концов выпустил его столь секретным образом, что вряд ли хоть кто-нибудь в Америке когда-либо узнал о его существовании. Уильям Лафен сообщил мне, что мистер Уолтерс из Балтимора готовит замечательную книгу, подробнейшее описание своей царственной коллекции произведений искусства, что он намерен выписать лучших художников из Парижа, чтобы проиллюстрировать ее, что он намерен лично следить за изданием этой книги, чтобы она была сделана по его вкусу, что он намерен истратить на нее четверть миллиона долларов, что он хочет, чтобы она продавалась по высокой цене, соответствующей ее великолепию, и что он отказывается от всякого гонорара. Издателю нужно будет только распространить эту книгу и получить всю прибыль. Лафен сказал, «Так что, Марк, вы можете с ее помощью разбогатеть без всяких хлопот, без всякого риска или расходов». Я сказал, что немедленно пошлю Уэбстера в Балтимор. Я и пытался его послать, но тщетно. Уэбстер не пожелал иметь к этому делу никакого отношения. Если бы мистер Уолтерс хотел издать поддержанную собаку, ему нужно было бы только обратиться к Уэбстеру. Уэбстер сломал бы себе шею, лишь бы добраться до Балтимора и завладеть этой собакой. Но мистер Уолтерс обратился не к тому человеку. Гордость у Уэбстера была задета, и он не снизошел бы даже до того, чтобы бросить взгляд на книгу мистера Уолтерса. У Уэбстера была огромная гордость, но другими талантами он не отличался. Уэбстер страдал мучительными мигренями. Эти боли облегчало новое немецкое лекарство – феноцетин. Врачи запрещали ему золоупотреблять этим лекарством, но он нашел способ доставать его в неограниченном количестве. Наши свободные институты позволяют каждому человеку отравлять себя сколько душе угодно, при условии, что он заплатит нужную цену. Уэбстер принимал феноцетин все чаще и все увеличивая дозы. Лекарство действовало на него одуряюще, и он жил словно во сне. В контору он приходил теперь лишь изредка, а, появляясь там, использовал свою власть всегда во вред делу. Он был в таком состоянии, что не мог отвечать за свои поступки. Надо было принимать какие-то меры. Уитфорд объяснил, что избавиться от этого опасного элемента можно было только в выкупе в долю Уэбстера. Но что было выкупать? Уэбстер всегда без промедления забирал все деньги, которые ему причитались. Он давно уже пустил по ветру мою долю доходов от книги генерала Гранта 100 тысяч долларов. Дело находилось при последнем издыхании. Все оно не стоило и полутора долларов. Так какова же была справедливая цена, которую мне следовало заплатить за десятую долю в нем? После долгих переговоров и долгой переписки выяснилось, что Уэбстер готов удовлетвориться 12 тысячами долларов и выйти из дела. Я послал ему чек. Преемником у Уэбстера стал молодой человек по имени Фредерик Дж. Холл. Еще один подарок Дюнкерка. Все наши таланты мы получили с вышеупомянутого конного завода в Дюнкерке. Бедняга Холл старался изо всех сил, но он совершенно не годился для своей должности. Некоторое время он с героическим оптимизмом юности еще барахтался, но на его пути стояло препятствие, которое рано или поздно должно было стать роковым. А именно, поэт Стэдмен за несколько лет до этого подготовил сборник Библиотека американской литературы в девяти или десяти томах, в восьмую долю листа. Некий цинцинадский издатель рискнул взяться за эту книгу. Она проглотила его целиком вместе с семьей. Предложив Стэдмен свой труд мне, я сказал бы, «Если эта книга будет продаваться по подписке и в рассрочку, то при гонораре свыше четырех процентов она не принесет нам никакого дохода. А впрочем, она разорит нас при любом гонораре, потому что издание подобной книги требует наличного капитала в несколько сот тысяч долларов, а у нас не наберется и ста тысяч». Но Стэдмен не принес свою книгу мне. Он принес ее Вебстеру. Вебстер был страшно обрадован и польщен. Он взял ее, обязавшись выплатить гонорар 8%, и тем самым обеспечил медленное самоубийство Чарльза Элл Вебстера и компании. Два или три года мы еще кое-как брели, задыхаясь под тяжестью этого смертоносного бремени. Бедняжка Холл продолжал влачить его после Уебстера и начал занимать деньги в банке одним из членов правления и директором которого был Уитфорд, занимать их под векселя с моим поручительством, время от времени их переписывая. В этих случаях они присылались ко мне в Италию. Я оставил на них свое поручительство, не прочитывая, и отсылал их обратно. В конце концов я обнаружил, что сумма займов увеличивалась без моего ведома и без моего согласия. Я встревожился. Я написал об этом мистеру Холлу и прибавил, что мне хотелось бы получить подробный отчет о состоянии дела. С обратной почтой пришел этот подробный отчет, из которого явствовало, что активы издательства превосходят его пассивы на 92 тысячи долларов. Тогда я почувствовал некоторое облегчение. И совершенно напрасно. Потому что отчет следовало понимать как раз наоборот. Бедняга Холл вскоре написал, что нам нужны деньги и нужны немедленно, или издательству грозит банкротство. Я отправился в Нью-Йорк. Я высыпал в кассу издательства 24 тысячи долларов, которые заработал своим пером. Я стал искать, где бы мы могли занять денег. Занять было негде. Как раз был разгар страшного кризиса 1893 года. Я поехал в Хартфорд, надеясь занять деньги там. Мне не удалось занять ни гроша. Я предложил заложить наш дом, земельный участок и мебель за любой небольшой заем. В свое время они обошлись мне в 167 тысяч долларов и казались неплохим залогом. Генри Робинсон сказал. Клеменс, даю вам слово, что под вашу собственность вам не удастся занять и трех тысяч долларов. Отлично. Я понял, что в таком случае мне не удалось бы занять ни гроша и за целую корзину государственных ценных бумаг. Фирма Webster и компания обанкротилась и осталась должна мне около 60 тысяч долларов, занятых у меня. Она осталась должна миссис Клеменс, 65 тысяч долларов, занятых у нее. Кроме того, она была должна 96 кредиторам, в среднем по тысяче долларов каждому. Из-за кризиса миссис Клеменс лишилась своего дохода. Из-за кризиса я лишился дохода от моих книг. В банке у нас лежало всего 9 тысяч долларов. У нас не было денег, чтобы расплатиться с кредиторами Уэбстера и компании. Генри Робинсон сказал. Передайте все, что принадлежит Уэбстеру и компании, кредиторам, и скажите, что это все, что вы можете дать им в покрытие долгов. Они согласятся. Вот вы видите, они согласятся. Им известно, что вы лично не ответственны за эти долги. Мне не очень понравился этот выход из наших затруднений, а когда я сообщил о нем мисс Клеменс, она решительно воспротивилась. Она сказала. Это мой дом. Пусть его забирают кредиторы. Твои книги — это твоя собственность. Передай их кредиторам. Постарайся уменьшить сумму долга всеми возможными способами. А потом, пока хватит сил, берись за работу, чтобы расплатиться окончательно. И не бойся. Мы еще выплатим по сто центов за доллар. Это пророчество сбылось. Примерно в то время за дело взялся мистер Роджерс и дал отповедь кредиторам. Он сказал, что они не имеют права на дом миссис Клеменс. Она — привилегированный кредитор и предъявит векселя Уэбстера и компании на взятые у нее 65 тысяч долларов. Он сказал, что они не имеют права на мои книги, так как это не имущество Уэбстера и компании, но что кредиторы имеют право на все, что принадлежало Уэбстеру и компании, что я отказываюсь от 60 тысяч долларов, которые я одоложил издательству, и что я постараюсь заработать достаточную сумму, чтобы выплатить все остальные долги Уэбстера и компании по сто центов за доллар, но что это не следует считать обещанием. В разговоре, который произошел у меня в те дни с мистером Роджерсом и несколькими юристами, один из них сказал, «Из тех, кто становится банкротом в 58 лет, только 5% удается потом провести свои финансовые дела в порядок». Другой с воодушевлением подхватил, «Пяти процентам! Это не удается никому из них!» От его слов мне стало очень тошно. Кажется, это случилось в 1894 году, а возможно в начале 1895 года. Но как бы то ни было, 15 июля 1895 года миссис Клеменс, Клара и я отправились вокруг света в наш лекционный набег. Мы читали лекции, разбойничали и грабили в течение 13 месяцев. Я написал книгу и издал ее. Я отсылал деньги, получаемые за книгу и лекции, мистеру Роджерсу, как только нам удавалось наложить на них лапу. Он клал их в банк и копил для кредиторов. Мы умоляли его немедленно расплатиться с мелкими кредиторами, потому что они нуждались в деньгах, но он не соглашался. Он говорил, что когда я выдаю мир до последней капли, мы распределим надоенное среди кредиторов у Эбстера и компании пропорционально. Не то в конце 1898 года, не то в начале 1899 года мистер Роджерс телеграфировал мне в Вену. Всем кредиторам заплачено по 100 центов за доллар. «Осталось 18500 долларов. Что мне с ними делать?» Я ответил, «Вложите их в федеральную сталь». Что он и сделал за вычетом 1000 долларов. А через два месяца он продал эти акции с прибылью в 125%. Ну, благодарение Богу. Сто раз, если не больше, я пытался записать эту отвратительную историю, но никак не мог. Меня всегда начинало тошнить, прежде чем я успевал пройти полпути до середины. Но на этот раз я стиснул зубы, пошел на пролом и очистил от нее мой организм, чтобы никогда больше к ней не возвращаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!